День работников заповедного дела Праздник относительно молодой Я знаю, что практически в 99-м году его только учредили И он не настолько популярен Видимо, настолько, как и работники, тоже редки На самом деле, да Работники довольно уникальные люди Праздник действительно молодой А если говорить, допустим, о количестве людей Которые отметят как свой профессиональный личный праздник Этот праздник здесь у нас, в Краснодарском крае То, наверное, это будет несколько сот человек Потому что, когда мы говорим о заповедном деле Мы, как правило, представляем себе таких уверенных в себе Суровых мужчин, которые охраняют территорию Не допускают браконьерских каких-то вещей Но на самом деле заповедное дело Это более широкое понятие Это и научная работа, и эколого-просветительская Не говоря уже о хозяйственных и прочих частях этих организаций Поэтому стопроцентная уверенность, что несколько сот человек отметят этот праздник как свой А сколько у нас вообще? У нас же один заповедник и несколько заказников, да? Не совсем верно В Краснодарском крае два заповедника Кавказский, о котором вы уже упомянули И Утриш Если говорить о других особо охраняемых природных территориях Из крупных федеральных можно отметить еще Сочинский национальный парк, Сочинский заказник и Приазовский заказник Ну а дальше уже более мелкие, такие как памятники природы, их несколько сотен Вот у нас в России история заповедного дела Ну насколько мне известно, началась в 1917 году Открылся в этом году Баргузинский заповедник А вот в Краснодарском крае с чего начиналось все? Ну смотрите, если говорить об истории заповедного дела То началось оно гораздо раньше, чем 1917 год Но практиковалось в основном в частных владениях аристократии Российской империи Вот как? Да, там-то было все очень поставлено, егерями охранялось Берегли свои угодья наши господа Но если говорить о государственном уровне, пожалуй, вы правы Все началось именно с Баргузинского В Краснодарском крае в 1888 году была в свое время учреждена Великокняжеская охота, так называемая Кстати, ее появление, пусть не на короткий срок, к сожалению Но все-таки приостановило истребление зубра Восстановлением которого мы сейчас занимаемся здесь на Кавказе Но вот на базе как раз-таки этой Великокняжеской охоты В 1924 году был создан тот самый Кавказский государственный заповедник Заповедник сегодня, это, пожалуй, единственная возможность спасти исчезающие виды И в последние годы действительно это удается Ну, по крайней мере, хотя бы привлечь общественность к проблематике Вот что реально делается для того, чтобы редкие виды спасти? Делается очень много самых разных вещей Начиная, опять же, с элементарной охраны территории Пресечения браконьерских действий И заканчивая очень крупными проектами Для реализации которых приходится привлекать очень много разных сторон Яркий пример это проект по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе В нем задействован наш фонд, Министерство природы России, Российская академия наук, международные организации, такие как Европейская ассоциация зоопарков, аквариумов, Международный союз охраны природы, несколько коммерческих крупных организаций в качестве спонсоров Этот проект как раз-таки реализуется на территории Кавказского заповедника Действительно вот этим летом удалось выпустить, да, первых особей природы? Да, да, абсолютно верно Расскажите, как это было? Этим летом первые три леопарда были выпущены на территории Кавказского биосферного заповедника Это одна самка Виктория и два самца Килия Лоуз Мониторим их регулярно Есть специальная группа, которая занимается их мониторингом Регулярно они нам отправляют отчеты Звери чувствуют себя замечательно, адаптировались уже, успешно охотятся И мы рассчитываем на то, что проект будет развиваться и дальше Потому что цель его, по сути, это создание северного ядра переднеазиатского леопарда Ну да, это такой проект долгоиграющий И нужно создать популяцию, чтобы вернуть в дикую природу Да, абсолютно верно А на сколько лет он рассчитан? Вот три особи выпущены были Вот вы планируете, они в дикой природе будут размножаться? Ну естественно, да Потому что они выращивались в центре восстановления переднеазиатского леопарда Который расположен в Сочинском нацпарке С минимальным контактом с людьми И они готовились именно к дикой природе Для того, чтобы популяция стала саморегулирующейся То есть не надо было уже их больше выращивать И они бы сами размножались и прекрасно себя чувствовали Нужно количество довести где-то до 20-25 особей в дикой природе Вот тогда уже это, наверное, можно будет оставить в стороне И заниматься исключительно мониторингом и охраной Но пока еще приходится заниматься и разведением А вот какие еще животные находятся под государственной охраной? Под таким контролем, вот примерно как леопарда? Ну леопарда, конечно, сейчас особое внимание уделяется Но если говорить в целом о заповедном деле Я вам скажу так, коротко Все, что на территории заповедника живет и произрастает И животные, миры растительные Все находится под охраной государства Из таких видов, которые на слуху Помимо леопарда, что можно назвать? Олень Выдра кавказская Серна, допустим Ну вот такие виды Если говорить о растительном мире То там, конечно, в сотни раз больше таких видов Наверняка вы слышали эту историю о том, что мы практически потеряли самшитский Калхидский самшит Благодаря огневке Это тема, конечно, простая Да У нашего фонда есть конкретный план С конкретными действиями Мы сейчас занимаемся тем, что мы пытаемся этот план реализовать То есть мы можем его вернуть? Можем, да Есть реальный план, он существует Мы просто сейчас находимся в постоянном поиске инвесторов И людей, которые захотят этот проект поддержать, поднять, вернуть Я думаю, захотят и, возможно, наш эфир и поможет Да, было бы очень здорово Потому что действительно очень жаль Так, ну, мягко говоря, нелепая ситуация такая произошла Просто вид, который был завезен сюда из другой страны Вовремя не проконтролирован И проблема еще была в том, что на территории особо охраняемых природных территорий Заповедников, нацпарков Нельзя применять гербициды и прочих химикатов Я надеюсь, эта ситуация научит всех Да Как нужно беречь природу Вот у меня такой вопрос Буквально недавно тема была поднята Изменения в красной книге Да, там впервые будут занесены другие виды Некоторые виды потеряют статус краснокнижных Вот каким образом эта история коснется красной книги Кубани? Ну, позвольте я сначала вас немножко поправлю Не впервые что-то будет оттуда исключаться и что-то туда вноситься Это я цитирую То, что было во всех источниках Я вас понял Первые Ситуация такова Красная книга федеральная Российской Федерации В том виде, в котором мы ее сейчас знаем Этот список видов, подлежащих охране Он сформировался в 1997 году И с тех пор кардинально не менялся Один-два вида какие-то довносились, какие-то исключались Сейчас идет очень активная работа по переработке Списка этих видов И она идет с большим опозданием Потому что, если так разобраться, красная книга должна меняться каждые 10 лет То есть опоздали, причем серьезно? Абсолютно, почти на 20 лет опоздали Дело в чем, экологическая система, вообще природа, она же не стоит на месте Она постоянно развивается, что-то изменяется в ней Постоянно научные работники получают новые и новые данные И в зависимости от них, чтобы не потерять актуальность Корректируются списки видов, которые внесены в федеральную красную книгу Что касается красной книги Краснодарского края То, как и у любого нормативного документа, здесь тоже есть своя иерархия Наша книга формируется на основании положения А красной книги Краснодарского края Но большинство видов, которые включены в федеральные списки Они, естественно, переходят и в нашу красную книгу Но наши, никакие животные не потеряют статус? Сейчас идут исследования Если численность животного уже достигла того уровня Когда можно снизить уровень угрожаемости Этот уровень меняется Если вообще все замечательно И некий вид восстановился целиком и полностью И уже у научных работников есть стопроцентная уверенность Что он больше не нуждается в защите То, естественно, он будет исключаться То есть, как раз сейчас идут такие исследования Это естественный процесс Просто книга эволюционирует вместе с окружающей средой И также эволюционируют эти списки Ну, вот то, что нужно было давно Жесточить наказание для браконьеров Это однозначно, думаю, спорить никто не будет Вот какое сейчас наказание предусмотрено И что будет в дальнейшем? Так просто на этот вопрос ответить нельзя Потому что все зависит от конкретной ситуации Есть списки видов, которые запрещены к добыче Неважно, растительный это мир или животный Есть точно так же список оценки ущерба по каждому виду И каждый случай наценивается индивидуально Наказание для браконьера сейчас колеблется От административного до уголовного В зависимости от степени содеянного И так же, как в любом юридическом деле Здесь играют роль такие факторы, как рецидив Либо группа лиц и так далее А вот есть статистика такая Сколько браконьеры Какую еще причиняют природе, бюджету? Вы знаете, она может быть разной Можно мерить по-разному По, допустим, следам Которые удалось обнаружить Но не удалось задержать браконьеров Или, допустим, по количеству Взятых с браконьеров штрафов Если мне не изменяет память Сейчас у нас на середину этого года По Краснодарскому краю Что-то было около 1,8 миллиона рублей Всего лишь штрафов Но дело даже, вы понимаете Не в материальном ущербе Который это наносится Я даже про другой ущерб спрашиваю Да, а вот ущерб, который Который невосполнимый Потому что если взглянуть на ситуацию Общемировую в целом Допустим, та же Организация Объединенных Наций Оценивает ущерб от незаконного ловля рыбы В 23 миллиарда долларов ежегодно Это астрономия Да, это цифра космическая совершенно Но важно другое Важно то, что экосистема любая Это очень хрупкая такая структура Если исчезает один вид Это не обязательно будет иметь Какие-то последствия для других видов Яркий пример, допустим Незаконные вырубки лесов Которые были посажены специально Для предотвращения оползневых явлений И наводнений Их незаконно вырубают Тут же появляются сообщения О новых катаклизмах Оползнях, наводнениях и так далее Вот этот ущерб Его, к сожалению, посчитать Оценить невозможно И здесь это исключительно работа Ребят из заповедной системы Которые берегут это все И наша работа тоже В природоохранных организациях Вячеслав, давайте вернемся К нашим кубанским заповедникам Какие проблемы сегодня необходимо решать? Вот прям вот сегодня, если еще не вчера Ну, на самом деле, такие проблемы есть постоянно Я бы отметил две глобальные Первая, и довольно-таки свежая И очень острая Это претензии крупного бизнеса На заповедные территории Эта проблема обозначалась несколько лет И вот 22 июня сего года Были приняты поправки в закон Об особо охраняемых природных территориях И эти поправки теперь позволяют Отрезать небольшие участки От территорий заповедников Под предлогом организации Биосферных полигонов, так называемых И уже на этих территориях Проводить рекреационную деятельность То есть, изъята часть территории Из заповедника И на ней можно строить такие объекты Как горнолыжный курорт Полноценная дорога И вся остальная сопутствующая инфраструктура Тем самым уникальные места Уникальные какие-то виды Они будут истребляться и уничтожаться Вы обращались куда-то с этой проблемой? Конечно, и наш фонд обращался с этой проблемой Естественно, в вышестоящей организации И спор об этом до сих пор продолжается Мнение нашего фонда И наша работа по этой теме На нашем сайте Можно с ней ознакомиться Еще раз напомним, что праздник впереди У людей, у которых абсолютно редкая профессия Это не то, что бухгалтеры, экономисты и так далее Вот расскажите об их жизни коротко, если можно Насколько это люди оторванные вообще от цивилизации? Ну, я очень часто общаюсь с этими людьми Очень часто езжу в заповедники В Кавказске в том числе Я не скажу, что это абсолютно какие-то дикие люди Полностью оторванные от цивилизации Это своеобразные люди На мой взгляд, это героические люди Героизм их в том, что Вот вторую проблему не успел озвучить по заповеднику Это преемственность поколений К сожалению, старики уходят Молодежь не хочет идти Потому что работа тяжелая, трудная А оплачивается непривлекательно Поэтому и не хотят идти И вот, ну, разве не герой Человек, который, живя в отрыве от цивилизации Лишен большинства этих благ То есть газа, света, сотовой связи Интернета и всего остального К чему мы так привыкли При этом он занимается охраной территории Он соперничает с браконьерами Которые оснащены в несколько раз лучше Самыми современными средствами И передвижения, и связи, и оружие у них гораздо более мощное Или другой человек, который по нескольку десятков километров По пересеченной местности В любую погоду проделывает путь Для того, чтобы в зимний период подкормить зубров Человек должен любить это всей душой Это не профессия, на мой взгляд Это, скорее всего, стиль жизни Человек действительно должен это любить Отдаваться всем сердцем И тогда будет там работать Но у них есть, знаете, какой огромный плюс? Нам всем это, как правило, только снится Мы об этом только мечтаем А они постоянно общаются с дикой природой Они постоянно все это видят И они ценят эту окружающую среду И собственную жизнь совершенно по-другому Не так, как мы, жители больших городов Спасибо вам большое Что ж, мы поздравим всех людей, у кого призвание Заповедное дело Спасибо вам большое Сегодня о редкой профессии сотрудник заповедника Нам рассказал Вячеслав Мороз Пресс-секретарь регионального отделения Российский Кавказ и Мирного фонда дикой природы Вы смотрели «Факты мнения» Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok